Здравствуйте, с вами Аксана Пушкина, в эфире программа «Я подаю на развод». Через 4 месяца после свадьбы муж избил беременную жену, и она потеряла ребёнка. Нужно ли сохранять семью после такой трагедии? Сегодня в нашей студии Диана. Приветствуем её. Яночка, присаживайтесь. Всё внимание на экран. Через 4 месяца после свадьбы муж жестоко избил 19-летнюю Диану Чулович. Девушка была на втором месяце беременности. Последний раз он меня очень сильно избил. Я потеряла ребёнка. У меня открылось кровотечение. Каждый раз, когда Егор приходит домой пьяным, жизнь Дианы превращается в ад. Он неуправляемый абсолютно. Он может начать кричать, может начать что-то рвать, бить, ломать. У меня было на самом деле большое количество, скажем так, телефонов, которые летели или просто в окно, или в голову, об голову. Из-за агрессивных выходок Егора Диана уже пыталась уйти от него. Но потеря ребёнка стала последней каплей. Она подаёт на развод. Дианочка, я понимаю, как бы не было тебе сейчас трудно, я всё-таки хочу тебе этот вопрос задать. Это правда, что он тебя бил именно в живот, именно тогда, когда ты была беременна? И как это происходило? На самом деле это произошло просто, я даже не могу даже сейчас сказать, это просто какая-то мелочь. Просто мелочь. Мелочь. Мы просто начинаем как, он начинает со мной спорить, мы начинаем ругаться. И вот всё, он если завёлся, он вот начинает. Вот это обычно, он что-то просто кидает в меня, что-то швыряет. Так как бы по сути он меня, ну как кулаками, ну так вот не бьёт. Именно вот что-то, обо что-то. А в этот раз? В этот раз? Ногами в живот? Да, в этот раз были ногами. Ногами в живот? И что ты? Я ушла к себе домой. На следующий день я проснулась, я поняла, что у меня начал болеть живот. И я увидела как бы, ну то, что у меня кровотечение открылось. Я не поняла почему, я сразу начала звонить Егору, вот в первую очередь. Я начала звонить ему, он сам испугался, сразу прибежал ко мне. Вот, мы побежали с ним в женскую консультацию, чтобы что-то, что я не знала про что делать, и он не знал, что делать. И оттуда меня сразу повезли на Красном Плюсе в больницу, и там я пролежала несколько дней. Да, в общем, я его потеряла. Дианочка, а ты винишь Его в потере ребёнка? Ну, в какой-то степени, да. В какой-то степени. А почему в какой-то степени? Ну, не знаю, мне просто кажется, что, может быть, я где-то была неправа, а может быть, мне нужно было где-то промолчать, не знаю. Ну, ты понимаешь, нет оправдания, когда мужчина бьёт женщину. Скажи мне, пожалуйста, а вот сколько времени вы официально состоите в браке? Именно официально с 22 декабря. А когда проблемы начались? После свадьбы. А до этого, скажи, вот до этого он проявлял какую-то агрессию, пока вы встречались? Ну, он мог прикрикнуть, только прикрикнуть. Он меня никогда не трогал. Никогда. Ну, так в шутку прикрикнуть или взросленно прикрикнуть? Вот именно вот так, как он, включал мужика, как он говорит. Ну, и ты подчинялась. Ну, да. А вот как он мог включить мужика? Приведи пример хотя бы. Ну, я не знаю, допустим, какая-нибудь элементарная ситуация, я ему говорю, что давай сегодня вот мы сделаем то-то, то-то, сходим туда-то. Он говорит, я сказал, нет, будет вот так, вот ты сейчас там остаёшься дома, ты сейчас готовишь, ты сейчас это, а я буду лежать смотреть телевизор. Скажи, пожалуйста. Я сказал, я глава семьи. А он попивал, глава семьи? Да. А как часто? Когда мы с Егором встречались, он выпивал только по выходным. То есть, ну, я как бы нормально отреагировала, потому что... А сколько он выпивал? Ну, где-то... Водочку, венцо, пивко? Нет, водку он не пьёт, не вино. По праздникам он пьёт коньяк, пил. А так вот расслабится только пиво. А ты с ним пила? Я с ним раньше могла выпить пиво, но я как бы вообще не любитель такой там напиваться. И, значит, он выпивал, и агрессия начиналась вот именно в пьяном состоянии или и в трезвом тоже? Именно в пьяном. И так мы поняли, почему Диана хочет развестись с мужем. Она винит его в потере ребёнка и делает это справедливо. Готов ли Егор отпустить Диану и признаёт ли он свою вину, мы сейчас узнаем у самого Егора. Приветствуем его. Здравствуйте. Привет. Садись. Внимание на экран. Сразу после свадьбы красавица-муладка Диана стала раздражать Егора своей непонятливостью и неряшливостью. Бывает, когда она тормозит насчёт чего-нибудь, там, и скажешь, она вообще не понимает, что надо именно сделать. Когда Егор остался без работы, Диана мужа не поддержала. Скандалы в их семье участились. Надо как-то что-то тогда постараться, что ли, я не знаю, обоим как-то, чтобы не было каких-то таких ситуаций больше, глупых. Она вроде пытается, но как-то и не пытается. Егор надеется, что чёрная полоса в их жизни закончится. Он любит жену и не может её потерять. Егор, любишь, любишь. Я очень люблю, хочу вернуть её. Скажи мне, пожалуйста, вот мне всё-таки непонятно, как ты мог поднять руку на неё? Тем более, ты знал ведь, что она беременная. Да-да-да. И целенаправленно бить в живот. Вот как, ты мне можешь объяснить? Либо я пойму, что у тебя не совсем всё в порядке, конечно, с мозгами. Ты же меня простит, ты ровесник моего сына, я могу с тобой так разговаривать. Да-да-да, конечно. По пьяной лавочке, что это значит? Был выпивший. Был выпивший. Кулянки, да. Сколько выпил? Нормально. Нормально. Лично, да. Не знаю, может, так просто вышло. Ну как вышло? Ты ведёшь себя действительно как реальный, злейший её враг. У вас без конца какая-то битва. Тут какие-то портянки-дранки, там она грязнуля, не грязнуля. Я всё могу понять, но это всё решаемо в семье, где есть любовь. Почему ты вдруг стал агрессивный? Всегда у меня, конечно, играла такая агрессия, как бы, у меня она тоже сказала такие слова, ты не мужик, типа, вот это у меня очень сильно задело, и как бы пошло-поехало из-за этого тоже. Скажи мне, пожалуйста, Диан, вот ты действительно его вот так оскорбила, а это оскорбление для мужчины? Я знаю, я знаю, да, я сказала ему, я ему сказала, что он не мужик. Ну это мои такие понятия, когда человек, когда мужик поднимает руку на женщину. Это было прям вот сразу, резко, то есть, ну, как бы, это было не сильно, было просто обидно. Я говорю, ты не мужик, так мужики не поступают. Здесь работает только один принцип. Деспотом в семье быть гораздо легче, чем главой. Конечно. Ты ищешь работу, ты сидишь, спишь, просиживаешь целыми днями на диване. Было такое? Да. После этого... Темперамент, Оксаныч, извини, темперамент, я его понимаю абсолютно. На своей семье до 28 лет у меня были, вот аналогично, ты знаешь мою семью, то же самое. Я слово, мне же надо 20 слов. Ну промолчи, ну выпил я за мной. Но ты промолчал? Послушай. Ты молчал или ты тоже так? Я не молчал, ты знаешь, я не молчал. А тебе осталось так показать всем фотографий вашей. Абсолютно. Хорошо, а ты поднимал руку? Абсолютно. Я, честно тебе сказать, да поднимал. То же самое, я не соображал, что я делаю. Но в живот ты не бил беременную женщину? Нет, здесь уже нонсенс, конечно. Совпадение могу допустить. Понимаешь, зависит от человека, какой он. У него очень сильный, я смотрю, что он боец. Он боец, я смотрю руки, я смотрю шрамы. Я вижу на его лицо сломанный нос. Он занимался чем-нибудь? Рукопашным боем. Ну, это мой коллега, это мой коллега. Рукопашным боем. Нашел тебе грушу для битья. Нормально. Ну, я промолчу пока. Хорошо, давайте. Сейчас помолчим. Пока я его не осуждаю именно то, что у него выброс адреналина очень огромен, который провоцирует агрессию. Мне просто кажется, что вот мужчина, он тем, наверное, и сильнее, что на любую истерику женщины, вот он будет сильным, он просто промолчит или, я не знаю, как-то... А я что, так не делал до этого? Делал до этого. Ты за мной бегала потом. А почему женщина не должна умно промолчать? Ну, я не молчала? Ты молчала, но... Я тебя никогда не провоцировала. Никогда я тебя не провоцировала ни на что. Ты был пьяный, когда она тебе сказала. Подожди, вот ты даже сейчас уже, смотри, ты хочешь ее вернуть, но ты сидишь как комок зла вообще и агрессия. Расслабься, мы с тобой. Не надо защищаться. Ты сюда пришел, чтобы поговорить со своей, так сказать, любимой пока еще женщиной, которую ты не хочешь отпускать. Поэтому не надо. Рита, вот у тебя были сейчас к ней вопросы, спроси ее нормально и спокойно. Вот какие у тебя к ней претензии, помимо этих бардака и прочего-прочего? Это как раз самое легкое, что можно исправить. Почему? Она же все равно как бы ценила меня. Потом, после даже этих слов, она все равно говорила то, что вот ты вот мой идеальный мужчина, там все дела. Как бы это было же так. И не отрицаю. И мне вот это было очень приятно, я что-то делал все равно, когда она мне это сказала. Потому что я стараться начал, а потом опять что-то клинануло и все. А как относится твоя семья к Диане? Хорошо очень. А вот когда это все произошло, ты с родителями делился, что Диана от тебя ушла? Ну да, говорил. А мама что? Ну она понимает то, что из-за выпивки могло быть, что типа хватит уже, типа это. То есть она в этом случае защищала Диану? Да. Ну и правильное дело. Диана, скажи мне, пожалуйста, а почему вот мы говорим, у тебя без конца в глазах слезы? То есть тебе себя, я еще раз повторяю, жалко? Или сложившейся ситуации, или что? Ну как, во-первых, когда постоянно затрагивается эта тема по поводу, да, там, ребенка. И когда по поводу рукоприкласса, ну иногда просто тяжело об этом. Не знаю, говорить, у меня как-то непроизвольно слезы. Что сегодня вот у тебя на душе и, собственно говоря, от чего кошки скребут? Ну, как бы какой Егор бы ни был со всеми там какими-то... Ну у него даже не то, что у него нет недостатка, в принципе. У него вот единственный минус его то, что человек пьет. Все. Бьет и пьет. Но бьет он, когда пьет. Пьет. Встречаем подругу Диану Нану, которая знает, почему драки там не прекращаются в семье в этом. Егор, тебе вообще не стыдно, Егор? Я вас разнимаю каждый день. Ну да ладно. Егор, серьезно, вот зачем ты вообще врешь? Чего я вру? Ты врешь полностью, я вам сейчас все расскажу. Нанночка, расскажи. Здравствуйте. Вот со стороны, привет, скажи мне. Вот мне кажется, и многим кажется, что вот он сейчас переживает, страдает, слезы в глазах практически. Я вам скажу так. И готов раскаяться. Егор, на самом деле, неплохой человек. Ничего не могу сказать. Понимаете, есть два Егора. Есть Егор трезвый, есть Егор пьяный. Вот Егор пьяный, это, я не знаю, вот даже как объяснить. Но чудовище? Животное? Да, да. Потому что, вот знаете, вот сколько раз я их разнимала. Сколько раз. Ну, ты хочешь сказать, я вас не разнимала? Было дело, было. Было дело, видите? Он толкнет Диану и скажет, как бы она ни устала, если она даже не выспалась, иди за пивом. Эу, вот это ты делал, делал. Был по раз. Вот. Не отрицаю. Нан, как тебе кажется со стороны, вот мне кажется, вот как я сейчас поняла, что в какой-то момент Егор почувствовал, что это абсолютно его собственность, что никуда она не денется. Она его любит, обожает, и все ему прощает. И все, и понеслось, да? Он, у него есть такая фраза любимая, вот когда, вот он замахивается, она шугается, он говорит, а ты бойся, ты жена, ты должна бояться. Вот я смотрю на тебя и смотрю на него, он явно тебя меньше, и ты явно сильнее, и мы женщины в злобе готовы. Ты могла схватить, прожать к стенке, выбросить его из квартиры? Я его держала, и в один прекрасный момент, я реально думала, ну отпущу, но он ничего не сделает, там еще было много народу, ну ничего не сделает, отпустила и просто пожалела об этом, не знаю, навсегда. Он просто выбил стекло, побежал за ней, бил ее ногами, я еле успела. Был такой, Егор, когда там потом кровища была. Ну это я руку разбила. Он был пьяный, да? Да, я говорю, Егор, пьяный, это... Защищайся, что вот ты молчишь, если это не так. Ну ты, да, что я могу сказать, ну да, пьяный я, вот реально не соображаю, бывает. Егор, но если ты понимаешь, что ты пьяный, себя не контролируешь, зачем ты пьешь? Ты же можешь убить человека, это все время, когда ты сесть в тюрьме. Ну вот я и хочу, как бы... Пьяный себя не контролирует. Да он знает, что он себя не контролирует, зачем ты пьешь? Перед тем, как взять стакан в руки, можно об этом вспомнить? Ну при чем ты стакан, я же не водку хлещу, как я... Никакая разница, спим еще так можно напиться, ты же знаешь, что ты пьяный невменяемый. Ты же понимаешь, потому что уличный, хороший мальчишка, рот... Вот это хорошее слово сказать. Уличный, хороший, уличный пацан, заводила ли... Из хорошей семьи. И вдруг... Из хорошей семьи. Из хорошей семьи. Уличный я бы знаменит. Нормально работал, зарабатывал нормально деньги. У тебя две сестры, жена, мама. Зачем ты пьешь? Арина, у меня к тебе вопрос. Что значит, что сказала, хороший уличный пацан? Хороший уличный пацан, потому что у него, по всей вероятности, как я вижу, был хороший отец. Действительно хороший. Может быть, там иногда проявлял свою слабость, но семья у него крепкая и хорошая, у него очень порядочная, интеллигентная мама. Вот эта мама все время говорила, Егор, запомни, раз и навсегда мужчина должен быть главой. Егор рос, он был лидером, его уважали пацаны. Нет, что-то мне категорически, Ариночка, не согласна. Он не хороший парень. Хороший парень. Оксана, дайте мне сказать, дайте мне сказать, пожалуйста, два слова. Это человек, который может сплотить улицу, может остановить бой, но он всегда видел около себя какую девочку? Маленького роста, такую статненькую, такая, которая будет заглядывать. И вдруг Диана, он не поверил своему счастью. Он сам себе доказывает. Егор, ты сильный, хлебанец. Моё. Да, всё, он просто доказывает тебе. Итак, подруга Дианы считает, что Егор недостоин своей жены. Но свекровь Дианы другого мнения. Она уверена, что невестка доводит сына до драк и бутылки. Я хочу сейчас с ней поговорить прямо из студии. Давайте выясним, наконец, кто лжёт, Егор или Диана. Алло. Алло. Да. Ольга, здравствуйте. Меня зовут Оксана Пушкина. Мы вам звоним из студии, где ваш сын рядом со мной. И мы пытаемся разобраться вот в их семейных отношениях с Дианой. Оленька, скажите мне, пожалуйста, как вы относитесь к своей невестке, к Диане? Как вам сказать? Ну, по-честному. Я считаю, что не получилось у них. И им не стоит ни жить вместе, ни продолжать вместе дальнейшую жизнь и общение. Оля, скажите, пожалуйста, вы в это верите, что ваша невестка могла провоцировать вашего сына и таким образом довела его до бутылки? Чего греха таить, он попивает. И с этим надо вам будет бороться. Он, бывало это, но вот ее беда в том, что не то, что беда. Я ей говорила об этом, я говорю, Диан, пожалуйста, я тебе не враг, он мой сын. В любом случае, я найду слова оправдания, чтобы его оправдать даже в своих глазах. Вот, поэтому мы должны держаться вместе. Я тебе всегда помогу, но я прошу, пожалуйста, встречи с вашими друзьями до минимума сводить. Ну, как бы, мы уже отделили их вместе, они вместе жили, как бы, не с нами, не с ее родителями, не с нами. Пожалуйста, чтобы не собирались в компании. А, то есть еще компания у вас собирается? Ну, как бы, она была спивала, а делали они по-своему, понимаете? Оля, а... В этом причины. Оля, а вы хотели, чтобы у ребят появился кто-нибудь, ваш внук или внучка? Детишки? Да. Вот ваши, Диана и Егор. Я не против, когда она сказала, что она беременна, я обрадовалась, потому что сын вроде как сказал, мама, я все сделаю, если она беременна, что я все сделаю, я и не выпивать не буду, я не буду ничего. Я в это как мать, ну, конечно, я до последнего верю. А вы в курсе, что когда Диана была на двух месяцах, да, два месяца беременности, ваш сын, выпив, избил ее, и немало, немного, ногами в живот, и она потеряла ребенка? О том, что она потеряла ребенка, мне она не сказала. Я знаю, что она была в больнице, и про то, что она потеряла ребенка, не было ни слова. А вы считаете, что она врет, Диана? Да, вы меня извините, я считаю, что она обманывает, что беременности как таковой не было. И если бы она была беременна, она бы мне об этом сказала. Я спрашивала, говорю, Дианочка, в поликлинику, в поликлинику. Нет, не надо. Я не та мать, которая, понимаете, материнской любовью, ей застилает все глаза. Я знаю, что мой мальчик очень непростой, очень сложный, ну, как бы, ну, прям, у меня иногда бывают очень плохие слова в его адрес. И не только слова, но и действия. Оля, ну даже если она не была беременная, нельзя без женщин. Он этого не имел права делать. Да, ногами в живот. Я ему сказала, вот, я мама, я сказала страшные слова. Еще раз, если у тебя поднимется рука на кого-либо, пусть она у тебя отсохнет, это говорит мать. Спасибо большое, Оль. Было. Спасибо огромное. До свидания. Скажи мне, пожалуйста, это правда или неправда? Ты была беременна или не была беременна? Ну, конечно, я была беременна. Мы растерялись. А справки, вот это все, все есть? У нас как получилось вообще? Я должна была во вторник идти и вставать на учет. В пятницу получилось так, я пришла в женскую консультацию. То есть, ну, как, естественно, в общем, как, до этого сделала тест, когда, как, два теста, они были оба положительные у меня там. Я сказала об этом Егору. Вот, мы с ним вместе пошли в женскую консультацию вдвоем. Она тебе сказала, показала? Показала. И ты сам видел этот тест? Ну, да. Видел. Дальше. Вот, мы с ним вместе пошли в женскую консультацию. Вот, пришли, просидели, очередь. И потом я пошла к врачу. Она меня просто посмотрела. Она меня не слушала, вот что было. Она меня посмотрела и сказала, беременность есть. Она говорит, давай не сегодня, приходи во вторник, поставим тебя на учет. Я говорю, хорошо, все. Я ухожу. Тут, значит, суббота. Суббота наступает, воскресенье. Мы с ним, получается, деремся. И вот, в понедельник, все, как бы, то есть, я прихожу не во вторник, а в понедельник уже с кровотечением. Девочка была беременна, я это вижу. Но когда Егор об этом узнал, он начал истерить. И он, по-видимому, выпил. Вот в этот момент Диане не надо было его провоцировать, потому что он очень ревнив. А она очень страстная девица. По-видимому, она дала, ну, как я вижу, она дала ему повод приревновать. В живот он ее не ударил. Прости меня, я не вижу этой картинки, да. Он ударил тебя где-то в правый или в левый бок, потому что ты падаешь как бы на пол, падаешь вот коленами вниз, начинаешь рыдать, он толкнул тебя по ягодице, повернулся, и он уходит, психует. Возвращаешься, ты лежишь, он уходит еще раз. И где-то, наверное, часа через два начались боли. Я права? Через четыре месяца после свадьбы муж жестоко избил 19-летнюю Диану Чулович. Девушка была на втором месяце беременности. Последний раз он меня очень сильно избил. Я потеряла ребенка, не открылось кровотечение. Потеря ребенка стала для Дианы последней каплей. Она подает на развод. Он не бил тебя в живот? Нет, он ударил на университет. Я не знаю, для меня, то есть, Бог, это тоже живот. Оксана, я извиняюсь, а здесь медики есть, присутствуют медики? Есть медики? Что такое двухмесячная беременность, которая, собственно говоря, под вопросом? Чего все взяли, что она двухмесячная беременность? Я просто долго работал в медицине. Послушайте, дайте я скажу вам, как женщина, которая не раз через это проходила. Только меня никто не бил, по разным причинам. А тут, если механическое воздействие такого рода, до два месяца, конечно, я там все вылечу. Это ужасно, цинично и страшно. О чем вы говорите? И не надо защищать Егора. А как она между ног бьет? Нет, его никто не защищает. Она тебя била между ног когда? Сначала она тебя, а потом ты ее. То есть у вас тогда началась драка. Вот знаешь, не надо тоже. Значит, не он тогда виноват. Объясни, кто кому врет. Может так показаться? На самом деле, по мне, вроде как, да, я такая большая, полненькая, мощная, могу там, если что, это все не так. Я в этом вообще другой человек. Что ты гонишь? Подождите, а можно я вам спрашиваю? Егор, Егор. Я хочу... Ну это реально просто. Она твоя супруга. Да просто это уже он какой-то. По всем канонам, божьим, человеческим. Она твоя супруга. Она не гонит, она говорит, любя тебя, между прочим. Хорошо, у меня вопрос к тебе. Скажи мне, пожалуйста, вот Егор ее ревнует, да, как мы поняли. А Диана, его ревнует, на твой взгляд? Диана ревнует. Ревнует, ревнует. Да, в принципе, да. Но она не так сильно показывает, например, как Егор. А он ей изменял? А ей за что, да. Хорошая улыбочка была сейчас. Скажи мне, пожалуйста. Подождите, эксперты, секунду. Я никогда не ошибалась, я знаю. Я знаю, что он изменял. Я знаю. То есть Диана... А Диана может не верить мне. Подождите, мне вообще ей жить, не мне жить. Скажи мне, а откуда ты это узнала? Я видела его с той, которую он, наверное, любил. Кто язык тянет? Кто вам позволил вмешиваться подруги в семейную жизнь? Почему вы разваливаете семью? Давайте послушаем. Я никогда не вмешивалась в своих отношениях. Она не говорит, она прям гвозди в крышку и гроб. Только после того, когда я реально видела, как он ее бил, как я их разнимала. Только тогда я уже начала, реально, мне жалко человека. Почему я не могу ей сказать, не живи с ним. Хотя я этого не говорила. Не говорила. Я всегда говорила, Диана, решай сама. Вы говорили, потому что Диана опустила глаза, значит, говорили. Где ты его видела? Я его не за руку взяла. Я стояла с подружкой. Мы как раз, по-моему, должны были встретиться попозже с Дианой. Он, по-моему, был на работе. Что-то вот такое было. Я его встретила с ней. Я ему крикнула, Егор. Он повернулся. Он меня увидел. Он понял. Ох, все, сейчас нам расскажет Диане. Сразу позвонила Диане и говорит, а я вот тут с ней встретился. Не буду говорить ее имя. С ней встретился подружески, чисто погулять. Ну, так и было. Было. Было так. Вот и все. Встречайте в студии у нас Юлия, которая расскажет, как это было. Это бывшая девушка Егора. Я могу сказать, что, может быть, нельзя так говорить, но хорошо, что с ребенком так получилось, потому что этот человек не способен воспитать ребенка. Юль, скажите, сколько вы встречались? Где-то полгода. Он на тебя поднимал руку, как на Диану? Не так, как на Диану нет, но он, бывало, прикрикивал на меня, там, ни с того ни с сего, толкал. Хорошо, Юль, но ты вышла в студию с таким категорическим заявлением, что этот человек не может быть отцом, не может воспитать ребенка. Почему ты так считаешь? Потому что он сам еще ребенок. Если он не может, как бы, соблюдать субординацию по отношению к Диане, я боюсь представить, что было бы с их ребенком. Вот и все. Человек ее унижает, человек ее оскорбляет, бьет. Вот неоднократно происходило на моих глазах. Да? Да. А вы что, в одной компании были или как это было? Ну, мы общаемся. То есть вы общаетесь, ты расстался. Да. И до сих пор вы общаетесь. Да, мы общаемся. Как бы странно, просто не получилось, я сейчас просто разъясню. Нана, подожди, а мне вот тоже интересно. Юлю с Егором свела я. Это ты ее видела? Нет. Это... Другую ты видела? Да, другая дорогая. Господи, боже мой. Юля, а почему вы расстались? Идеально. Ну, наверное, то же самое. То, что ты же самое. Измены. Измена. То есть он изменял? Да. С той же девочкой, что и с Дианой. А, то есть с той же девочкой, что и сейчас. Да, которую я не знаю. Егор, а что это за загадочная девушка такая? Если бы он изменял с вами, это вы могли сто процентов говорить. А сейчас вы просто передаете какой-то сплетен. Нам рассказывают в всей студии, в всей стране, что за девушка. Я не знаю, что она... Бывшая девушка. Бывшая девушка. Бывшая... Подожди, до Юли бывшая девушка. Да. Для того, чтобы сохранить семью, нужно сделать две элементарные вещи. Егору исключить из рациона алкоголь, а вам исключить из рациона подруг, которые вас накручивают, и вы пользуетесь его состоянием и провоцируете его на конфликт. Оксана, а можно спросить Егора? Да. Егор, два вопроса маленьких. А ты вот честно скажи сейчас, без напряга, я абсолютно по-человечески. А ты любишь, правда? Да, очень люблю. Ты вот, ты уверен, вот даже тут сидят священники, пред Богом, можешь сказать, что любишь. Да. А скажи, а ты, а ты, ты признаешь, ты признаешь свою зависимость от алкоголя, что это причина всего? Я... Вот честно, скажи, по-моему, мужчине. Причина, да, но... Ты же боец. Ну, не думаю то, что это, как бы, я сам смогу это все сделать. Нет, не смотришь. То есть ты не признаешь... Если она будет рядом и поможет, как бы будет рядом моя поддержка. Егор, то есть ты готов принять помощь? Да, готов. А ты готов сам попробовать для начала? Да. Вот что, да-да или нет? Или ты уже понял, что ты сам не можешь? Как у тебя, что у тебя сейчас вот на сердце? Признайся себе честно, один раз в жизни, как я всегда спрашиваю в таких случаях, ты алкоголик? Ну, если только там пивной какой-нибудь. Неважно, какой угодно. Алкоголик сможешь сам ради Дианы, ради ваших отношений. Ради нее, да. В нашей студии друг Егора, который пришел его поддержать. Никит, садись. Здравствуйте. Скажи мне, Никит, ты поддерживаешь своего друга? Да, поддерживаю своего друга. В том, что он поднимает на свою жену руку. Поддерживаешь? Ну, она его провоцирует. Как? Порой. Хоть ты нам расскажешь. Словами, когда они оба выпьем, но тоже есть рацион. То есть она тоже пьет? Ну, выпивает в компанию, мы выпиваем все. И вот именно по вот этим пьянкам начинаются взаимные придирки. Да, взаимные. Ты женат? Да, женат. Воспитанной колени. А как долго уже женат? Год. Сколько тебе лет? 25. 25. А ты поднимаешь на свою руку жену? Нет. Вот если ты не понимаешь, почему ты... Меня жена не провоцирует, если провоцирует, я... А если она начнет провоцировать? У нас словесная перепалка. Хорошо воспитанный мальчик, значит? Ты. Или она хорошо воспитана девочка? Более уважает женский полк просто. Просто, блядь. Кто бы говорил, на самом деле? Кто бы просто говорил сейчас? Никита обманывает нас? Скажи, Дианочка. На самом деле, я не знаю. В чем ты делаешь? Я лучше буду жить... Ну, говори как есть. Всю жизнь просто с Егором, просто, не знаю, его боготворить, чем я буду с таким человеком, как с Никитой. Почему? То, что происходит у него с его женой, это просто. Ну, там вообще другая ситуация. А что происходит? Например, что у меня происходит с женой? Я не хочу лезть в чужие семьи. Почему я сейчас как-то должна... Хорошо, он пришел и сказал, что ты его провоцируешь. Хорошо, объясню эту ситуацию. Я его провоцирую. Сейчас, Никита, это просто мужская солидарность. Вот реально, он не должен... Когда вы выпить его, начинаете... Никому давать возможность лезть в вашу семью? Да. Я в вашу семью никогда не лез. Я говорю, это сейчас просто мужская солидарность. Естественно, он видит то, что Егор здесь один, но не вовсе вот так вот напали. А у тебя женская солидарность. А у тебя подружки постоянно лезут. Конечно, он скажет, что я провоцирую, он все что угодно скажет. У тебя подружки постоянно обсуждают, они у нас в компании самые первые сплетницы. Ну, извини, ты знаешь, какой он пьяный. Никит, что ты несешь, скажи мне? Пока его не затронешь, Анна. Слушай, Никит, он себя постоянно... Никит, как начинает привести хотя бы один пример? Позволяет, почему позволяет? Потому что Диана тоже себя позволяет выпить. Никит, привести пример. Если бы Диана не пила и поставила точку в семье. 23 февраля, что было 23 февраля? Купила Егору букет, что он сделал? Он его растоптал. Плюнул, Диане практически в лицо. Никит, почему ты не слышишь? Юль, помолчи, пожалуйста. Никит, ты можешь сейчас привести пример? Хотя бы один. Вот ты реально слышал, что я спровоцировала как-то ситуацию. Начинается все это со слов. С каких слов? Хоть одно плохое слово. Не мужик. Не мужик, я сказала, это когда? Тебя не было тогда. Мы были с ним в своем квартире. Вот сейчас я увидела, что ты действительно себя защищала. Потому что до этого, даже когда он пришел и на тебя, грубо говоря, наехал, ты пыталась их как-то вообще обелить. Понимаешь? Может быть, ты все-таки не хочешь, чтобы твой муж был в этой компании. Может быть, вам вообще выйти из этого круга, поменять обстановку. Мы об этом думали. У нас реально мы задумывались, может, это все из-за этого происходит. Мы с Егором хотели как-то ото всех отойти, жить вдвоем, все. Но Егору просто мне так показалось, что ему со мной скучно. Ну, как бы вдвоем. Я ему неинтересна. И я его раздражаю. Я прям чувствую, когда я его напрягаю чем-то. Он сидит, допустим, ест. Да? И я на него сижу, смотрю. Мне нравится. Ну, просто нравится он. Я люблю на него смотреть. На него, да? Может, надо подумать, чем вы его раздражаете. Вот, да. И просто он поворачивается и резко вот так креснет, что-то сюда смотришь. Мне кажется, из мелочей вот начинается складываться все. Как посмотрела. Тебе не нравится, что она на тебя смотрит? Ну, когда я ем, конечно, мне не нравится вообще, когда кто-то смотрит. Хорошо, ну, скажи нормально, душа моя, посмотри телевизор, дай я поем спокойно. Вот, вот, если бы было бы ко мне, по-другому это было сказано. Вот я говорю, вот еще раз возвращаюсь к этой неряшливости. Вот какая ситуация у нас с Егором. Егор бухает, не работает. Нам нужно это выслушать. Это первый раз вообще за год они разговаривают. Просто целыми днями он дома смотрит телевизор, пьет все. Я устроилась на работу, я иду на работу. Хотя он мне говорил, ты получаешь копейки, ты там нифига на журу ровно, неважно. Самое главное, что я все равно пошла, а он лежит. Ладно, прихожу с работы, он меня обычно встречает. Иногда бывало, что не встречал, просто ушел куда-то, оп, придет, еще скажет мне, я, допустим, говорю, почему ты меня не встретил? Он говорит, а ты еще какие-то там претензии или типа того чего-то? То есть вообще скажи спасибо, что вообще я здесь как бы есть. Ну, давайте еще выслушаем еще одного свидетеля. Твоя подруга, певица Корнелия Манго. Вы знаете, я хочу просто сразу сказать, что Егор, не мужик, нельзя так. Нельзя женщин бить, я хочу сказать, что это ужасно. Любой мужчина, который поднимает руку на женщину, не достоин ни одной женщины. Поэтому мы вот давно уже дружим, общаемся, и я всегда на стороне женщины, потому что женщина все-таки беззащитная. Но, вы знаете, однажды на меня подняли руку, это было на борту самолета, когда бортпроводник поднял на меня руку, на следующий день я пошла заниматься боксом. Поэтому я хочу сказать, каждая девушка, да, на которую хоть когда-либо просто... А за что он поднял руку? А он поднял руку, потому что я хотела пройти в туалет. Когда было нельзя. Когда было нельзя, когда... Ну и сидела бы. Зачем же ты пошла? Я чуть не умерла, вы что? Я же женщина. Вот какие у нас эмоциональные... А у вас одни корни? Да. У вас одни корни, да? А у тебя кто? У меня африканские наполовину. Я наполовину татарка, наполовину Гвинея-Бесау, Португалия. А скажи, Карнелия, а ты считаешь, что им мат соединятся после того, как она потеряла ребенка, после всех этих историй с рукоприкладством? Вы знаете, любовь такая штука, я знаю по себе просто. У меня тоже было такое очень жесткое расставание с молодым человеком. Он меня не бил, ничего такого не было. Но все равно расставание было достаточно-таки жестким и неприятным. И, не знаю, если бы он пришел бы ко мне, встал бы на колено и сказал, я люблю тебя и жить без тебя больше не могу, может быть, я бы и вернулась. Дианочка, а может быть, ты просто боишься остаться одной? Нет. И цепляешься за него? Все-таки внешность у тебя экзотическая. Наша страна не славится толерантностью. Нет, у меня такое было только в детстве, только в глубоком детстве. Когда тебя в школе, видимо, там обзывали. Обязали, да, но это, мне кажется, у всех детей. А как ты защищалась тогда? Как называли? Я кулаком защищалась в детстве. А почему ты сейчас не можешь защищаться? Я вот объясню сейчас, почему... Почему мне говорят, ты большая, ты не можешь дать сдачу. Да ладно. Ему. Ладно. Почему? Нет, подожди, подожди, я сейчас говорю, да? Да просто ты не защищаешь. Я не могу, иной раз, я не могу сильно его как-нибудь отбросить, но это во время. Давайте я покажу несколько приемов, можно я покажу? Давай, давай. Давайте я покажу несколько приемов, которые ты сможешь сделать. Вот, значит, нужно немножечко присесть и вперед, вот так. Если на тебя напали. Вот так? Да, прям вот так. И не бойся ударить нос, не бойся ударить еще куда-нибудь. Можно еще и вот сюда ударить, и этот тоже удар будет хороший. Веченье, а потом по почкам, да? Если вдруг на тебя нападает молодой человек, всегда знаешь, что ты сильная, красивая, и у тебя все получится. Современная девушка должна за себя. Помельчали, помельчали, они стали какие-то слабые, немощные, они спиваются, и мы их добиваем. Я не защищаю его, он, извините, то, что он делает, бьет женщин, это преступление самое страшное для мужика. Но нам нужно сегодня в России спасать мужиков. Нам нужна специальная программа по спасению мужиков. Красную книгу мужиков! Всех красную книгу! Спасибо за нас. Хорошо, итак, Диана пришла к нам в студию, чтобы подать на развод, расстаться с Егором. Егор по-прежнему не хочет ее отпускать. Вот сейчас, Диана, на данный момент, ты готова подать на развод? Я не знаю, как бы это ни звучало, я не могу сделать сейчас этот вывод, потому что я не понимаю, о чем он вообще думает. Егор, вот давай мы сейчас разберемся, что же ты все-таки думаешь сейчас вот на самом деле, по порядку. Предположим, вы завтра решаете, или вы сегодня уже решите, что вы будете жить вместе. С чего ты начнешь? Бросаю просто пить и иду на работу. Подожди, пробуешь бросить или бросаешь пить? Я пробую просто бросить и иду сразу на работу, потому что на работе как бы некогда. Ты ищешь работу, значит, ты понимаешь, что на это будет время. Тебе будут отказывать, у тебя будет неудовлетворенка без конца, и к вечеру тебе опять будет хотеться тянуться за бутылкой. Так работает система координат. При этом она дома, и она тебя начнет опять же раздражать. Она будет первые два дня бегать на цирлах уверенно, а потом все равно у вас все вернется на круги своя. Я думаю, что нам надо будет просто все это уже нормально обсудить. И... Не, Егор, ты признай, что это так. Это же правда так. Не, подожди, вот хорошо, обсудили. Обсудили сегодня вечером. Сели за чашечкой чая, исключительно причем. Да. И ты тоже сходишь с любого алкоголя. Да, за компанию, без компании, потому что это надо. Значит, сколько ты себе даешь времени, вот какой-то ты должен себе, да, дать срок, когда это не получается, тогда обращаться к специалисту. Месяц максимум. Много. Почему много? Много. Пару недель, тогда точно, да. Вот две недели, если нет работы, и если по-прежнему ты тянешься, то, конечно, надо к специалисту идти. Да, не отрицаю. Если не получится, то да. Хорошо. А на что ты готова идти, вот ради того, чтобы сохранить, допустим, семью? Ну, если... Вот с завтрашнего дня конкретно. Если в его понятиях, как бы, я его провоцирую, то есть как-то, может попробовать вообще свести это все на минимум. То есть вообще никак его не... А ты сможешь со своим эмоциональным фоном, характером и темпераментом вот так вот все это терпеть по-прежнему? Только пить не будет. А такой будет нюня-тю-тюня ходить, понимаешь? Мужик, который без работы, это катастрофа. Нет, он веселый, он просто нервничает сейчас. Да нет, он веселый, но он если нервничает, то не веселый. Хорошо, ты готова... Подожди, можно я тебя спрошу просто? Ты готова самолюбие в одно место убрать, скажем, мягко и начать все-таки ему помогать в этой жизни, как когда-то ты помогала, не провоцируя? Не говори, что ты мужик там без одного места, прости меня. Конечно. Готова? Конечно. Ты слышал, что она готова. Хорошо. Можно я теперь спрошу все-таки экспертов? Интуиция нам что подсказывает? Они будут вместе, Ариночка, или нет? Представь себе пьяную обезьяну, которая бредет, бредет, уже она наелась, везде она набывалась, вдруг она видит дерево, ствол гладкий, ветки наверху, одно красивое яблоко. Обезьяна смотрится и думает, мое, как хочу. Внутренность говорит, не сумеешь. Он говорит, нет, я хочу, хочу, или я не обезьяна, тем более же я пьяная. Берет пиво, выпивает еще, еж подползает. Говорит, обезьяна, делай как я, полежи, яблоко упадет. Обезьяна говорит, нет. Кот говорит, делай как я и как ты, лезь. Обезьяна лезет, падает. И тогда обезьяна что делает? Она берет ствол, еще один, и бьет по дереву, пока не сломает. И вот здесь дерево, взмолившись, чтобы сохранить яблоко, зовет ветер. И ветер с ветками дерева так откидывает обезьяну, что на всю жизнь она запоминает. Не бери то, если не осилишь, что не твое, и не пей. Я хочу тебе кое-что показать. Тебя в роли обезьяны и тот самый ветер, если можно. Давай, давай. Тогда я попрошу. Матс-студию. У нас маленький сюрприз. Мы сейчас попробуем провести психологический эксперимент. Да, конечно. Ты у нас та самая простая обезьяна, пьяная, которая то самое яблоко прекрасное может взять. И, пожалуйста, Олеся, чемпионка мира и Европы. Я же понял. Олеся. Отлично, да. Она говорит ему, ты не мужик. Скажите эту фразу. А ты увидь свою жену. Не-не-не-не-не-не. А потом... Олеся, давай. Вали. Это тебе стрякся, стрякся. Вот, слушай, если бы у тебя такая была женщина рядом, а ты учись. Тебе вон подруга говорит. Послушай, вот ты готов? Мы ведь ее обучим. Олесь, мы же возьмем, да, шефство над Дианой, подучим. Я тоже, кстати, приду на всякий случай. Вот, и что ты будешь делать? Ты готов, вот если у тебя жена вот так с тобой будет расправляться? Да. Вот что ему надо. Его воспитывала мама. Через четыре месяца после свадьбы муж жестоко избил 19-летнюю Диану Челович. Девушка была на втором месяце беременности. Последний раз он меня очень сильно избил. Я потеряла ребенка. У меня открылось кровотечение. Потеря ребенка стала для Дианы последней каплей. Она подает на развод. Олесь, ну вот ты все тут услышала, так сдержанно, как настоящая чемпионка смотрела. Как ты чувствуешь, надо ребятам остаться вместе при том, что происходит в этой семье? Мое мнение, у ребят очень большие амбиции к друг другу. И нужно действительно поработать над собой. Нужно много терпения, нужно много пережить вместе и стараться друг друга уважать и во всем помогать. Если чем-то заниматься, то это делать вместе. Олеся, а у тебя есть друг? Да. Муж или друг? Друг. И он чем занимается в этой жизни? А кто он? Скажи. Это любопытно. Он не спортсмен. Не спортсмен? И вы ладите замечательно. Может он тебя побаивается, поэтому он очень хорошо себя видит. Нет, не правда, кстати говоря. Нет, нет. Я дома совершенно другой человек, нежели чем я на ковре или в спортивном зале. Я очень нежная, очень ранимая дома. И мы с ним прекрасно ладим. И мы в первую очередь уважаем друг друга. В вас нет между друг другом битвы полов, правильно? Хотя могла бы, если что. Вот учись, студент. Как вы считаете? Я считаю, что вам обязательно нужно сохранить брак, Диана. И тебе нужно настоять, чтобы он поехал на восстановление. Егор, а ты, если этот брак распадется, будешь виноват только ты. И никакой ты не будешь тогда. Ни боец, ни мужчина, ни мужик. Вот реально тебе говорю. Понятно. Валечка, как вам кажется? А мне кажется, что пока не поздно, нужно расставаться. Потому что единожды подняв на женщину руку, это будет повторяться всю жизнь. Это правда. И вообще, от осинки не родятся апельсинки. Ребята, вы очень разные. И мне кажется, что вот пока еще не поздно, вам нужно. Я бы прислушалась к Валентине. У нее очень богатый жизненный опыт. Как вам кажется? Мне кажется, вы, безусловно, любите друг друга. Не знаю, почему. У меня сложилось впечатление, что ребята действительно друг друга любят. И если вы хотите сохранить судьбу, семью, вам нужно идти на компромисс. Тебе нужно бросать пить. А тебе постараться больше прислушиваться к тому, что хочет твой мужчина. Идите на компромисс. Вот и все, ребята. Перед тем, как ты, Егор, скажешь свое последнее слово в нашей студии, обратишься еще раз к своей любимой женщине. Давайте мы посмотрим, как ваша история начиналась. Диана и Егор были в одной компании. Общались по-дружески. И даже не думали о том, что станут супружеской парой. Мы проговорили всю ночь, весь, ну, как полдня. И как бы интересно было нам друг с другом общаться. Ну, и понимать то, что мне с ней очень хорошо. Вот. То, что, как бы, человека нашел, с которым будет интересно мне, как бы, по жизни дальше идти. Этот случай заставил Егора посмотреть на Диану другими глазами. Уже через месяц он сделал ей предложение. Он встал на одно колено и сделал мне предложение. Наговорил много всяких приятных слов о том, что искал такую, как я, всю жизнь. О том, что хочет, чтобы я была матерью его детей. Что я его изменила. Вот. Ну, я согласилась с радостью сразу. Эта свадьба действительно пела и плясала. И не было сомнений, что такой же веселой и радостной будет семейная жизнь у этой пары. Так. Дети мои. Егор, подойди сюда. Дианочка, подойди сюда. У тебя есть ровно одна минута, чтобы обратиться к своей жене. Чтобы доказать ей свою любовь и желание сохранить семью. Ну, я готов на все, чтобы порадовать тебя в дальнейшем. Чтобы не было того, что было, измениться. Буду прислушиваться лучше, больше к тебе, чем к кому-либо. И больше о тебе заботиться. И тебя очень люблю. Ну, теперь я тебя должна спросить, Диана. А, ты подаешь на развод? Нет. Нет. Горь, обнимайтесь, поцелуйтесь. Сегодня Егор и Диану решили не подавать на развод. А вообще, спасибо тем, кто, войдя в нашу жизнь, сделал нас счастливыми. А кто покинул нас, сделал нас еще более счастливыми. Но все-таки с любимыми не расставайтесь. С вами была Оксана Пушкина, программа «Я подаю на развод». До завтра. Скандала в семье Серовых – обычное дело. Я не могу с тобой остаться, я тебя не люблю. Ты-то не понимаешь, я люблю другого. После 24-х лет замужества Марина решила разорвать узы брака ради новых отношений. Сейчас наши отношения достигли такой стадии, что мне его даже не жалко. Он как трухлявый пень, который не может зацвести. Муж Марины ведет себя как беспомощное дитя. Уже много лет не работает и ничего не делает по дому. Я должна приготовить еду, постирать, погладить рубашки. И вообще я здесь, как женщина, совсем не нужна. Со всеми недостатками мужа Марина готова была мириться, если бы не отсутствие секса. 24 года до жизни с одной женщиной – это как все равно по тонографии одну и ту же смотреть 24 года. Сможет ли Марина перечеркнуть все старое и в свои 45 начать жить заново?